Футбольный шериф забирает серебро суперлиги Молдавии. В последнем туре чемпионата желто-черные обыграли Бельцы 2-1, а с Димбру уступил Петрогубу 1-4. Это позволило терраспольчанам закончить сезон на втором месте. Тяжелая игра, но тречка в кармане и поднялись вроде бы на второе место. Давайте за недостатки оставим это уже в этом чемпионате, который прошел, и забудем про него. Начнем с чистого листа. Сейчас футбольный клуб «Шериф» ушел в отпуск. Вернуться к тренировкам планируют в июне, а в июле желто-черные стартуют в Еврокубках. Пока под вопросом в Лиге Европы или в Лиге конференций. Это зависит от исхода финала Кубка Молдавии. Бендерская «Ла Фамилия» сыграла свой последний матч в футбольной Лиге 2. Дома на стадионе «Шелковик» обыграли Криково 3-1. Бендерчане завершают сезон на шестом месте в турнирной таблице. А Рыбницкая «Искра» упустила гонку за выход в Суперлигу. В полуфинале рыбничане уступили Саксану 4-0. Тираспольская «Динамо Глория» дважды уступила Асему финальной серии волейбольного чемпионата Молдавии. В первой игре 0-3, а во второй 1-3 по сетам. Причина такого результата – игроки, которые должны были сыграть сильнее, они сыграли в свою силу. А три человека в волейболе не выиграют. Играет вся команда, 6-7 человек вместе с ними. Пришлось тусовать, вы видели, поменял игрока с поля, поставил в Либер, уже начал моменты, некоторые сюрпризы для соперника. Но это все надо наигрывать, это нужно системно. К сожалению, люди работающие не могли постоянно на тренировках присутствовать. Плюс календарь, федерация нам опять… Ну, не хочу сейчас сказываться о судействе, о федерации – это опять удел слабых игроков. Но, тем не менее, сыграли как смогли. У Глории еще есть шанс вернуться в игру. Третий матч серии пройдет 25 мая в Кишиневе. В Тираспле прошло открытое первенство Приднестровья по карате. Турнир прошел на паркетной площадке манежа спорткомплекса «Шериф». Всего около 300 участников из Приднестровья, Молдовы, Румынии, Украины, Израиля боролись за медали. Соревнования дают возможность проявить, во-первых, себя. Каждый каратека, который занимается, он хочет показать себя. И чем больше у него опыта с другими спортсменами из других стран, тем выше его уровень. И тем больше он добивается успеха. Поэтому мы ежегодно стараемся здесь собрать у себя максимально много других спортсменов из других клубов и государств. Первенство Приднестровья – подготовительный этап для наших спортсменов. Уже в сентябре они отправятся на международную арену в Венгрию. Там пройдет чемпионат Европы. В Бендерской школе борьбы имени Геннадия Баданова прошел турнир памяти воинов-интернационалистов. В нем приняли участие 180 юных борцов из Приднестровья, Молдовы, Гагаузи и Израиля.